И перед началом этого ролика, я хочу ему придать сразу же новогоднему настроение, окей? Новый, 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 новый год! Все мечты исполнит, ребят! Всем привет! Сегодня мы с вами здесь собрались не просто так. Сегодня мы с вами оценим ваши луки, но... Новый год, новогодняя атмосфера, все должно быть по-другому. Поэтому я, вы, мы и, что удивительно, шампанское за 200 или 300 рублей и полное отсутствие бокалов. И это все сегодня у нас с вами неспроста. Потому что, ну, вообще мы видео всегда с вами начинаем не с сути видео, с чего-то отдаленного. А сегодня у нас с вами есть более чем какой-то повод. Вот это проводить 2019 год. И я, знаете, что понял? То, что в 2019 году основная претензия ко мне, и даже не претензия, а комментарий, то, что я полностью отдалился от народа. Поэтому, знаете, тут уж, как говорится, как ты Новый год встретишь, так ты его и проведешь. А так как вот так я его собираюсь встречать на Ютубе, а это, мне кажется, очень приближенная вариация к народу, то я надеюсь, что в 2020 году мы с вами немного вновь изменим концепцию моего канала в очередной раз. Это все было не просто так, это все было для получения, я не знаю, как это назвать, признания, что ли, в определенных кругах. И я его получил. Что делать с этим дальше? Ну, как бы, бац, еще одна галочка выполнена. Поэтому теперь у меня новые цели, а в новых целях быть у меня, знаете, ну, знаете, вот, блядь, я уже с трудом формирую мысли, я же ночью снимаю, как всегда. Так вот, моя новая цель это быть полностью настоящим, быть собой. И это у меня постоянно происходит в Инстаграме, то есть я там такой, какой я есть, я открытый, прямой, я не стесняюсь ничего, выкладываю все с тусовок, с обычной жизни, все, что мне можно показать, да, то, что не будет задевать других людей, их в дальнейшем обижать. Вот. И то же самое я хочу, чтобы у нас с вами продолжалось на Ютубе, никакого лишнего хвастовства, никакого притворства, все должно быть по-настоящему, вдобавок. Вдобавок, учитывая то, что у меня настолько крутые зрители, потому что, ребят, я когда вас встречаю лично, я сейчас вообще слезу пущу, если честно, правда, потому что, когда я вас встречаю лично, я не знаю, что происходит, просто это, я встречаю, у меня море эмоций, миллионы, когда мне люди говорят слова благодарности за то, что я веду, за то, что я делаю, и мне это участие так непонятно, потому что, а что я делаю такого, я просто говорящая голова. Но я понимаю то, что, блин, Ютуб, это реально чуть ли не половина моей жизни. Для меня Ютуб, это не просто хобби. Я его обозначал как хобби для тех людей, но с которыми, ну, я не знаю, мне не хочется обсуждать, почему я его веду, для чего я его веду. Потому что, ну, например, за 19-й год цели, которые мне должен был Ютуб дать, некое признание и то, и то, и то, да, он это перевыполнил, блядь, вообще, знаете, просто за вас. Потому что этот год, это год, в котором я столько поддержки испытал, учитывая то, что я сильно изменил вообще вектор направления канала. Я не понял то, что они могут стать из-за простых, как я раньше. Бедный, нищий, прыщавый мальчик Женя был, и теперь этого нет. Теперь, теперь вообще ничего этого нет, теперь есть просто настоящий я, без комплексов, открытый, потому что, потому что это я. Вот, и мне нравится быть собой, мне нравится то, что меня принимает достаточно большая аудитория для, для того, насколько все-таки узкая у меня специализация по фэшн-блогу. Я не занимаюсь модой для масс, вот, и мне приятно то, что для моей узкой-узкой стези столько вас, реально, блядь, вот тост. Знаете, давайте вот, достаем свои бокалы, реально, ребят, и челкаемся со мной. Вот это вот вы, это я. Сюда не выпала бутылочка за 200 рублей, ничего страшного, у меня еще есть. Но давайте перейдем к делу, сегодня мы уже с вами оцениваем также ваши луки. Вы мне прислали большое количество образов, которые сегодня я должен оценить. И, конечно же, попадут не все, несмотря на то, что ролик очень большой, длинный, но, блин, ребят. Давайте уж, я не знаю, постараюсь вместить многих. Мне прислали опять несколько сотен людей свои образы, и, блин, это так круто, это так приятно, серьезно. Но начнем мы с этого парня, потому что я знаю, он очень давно хотел уже попасть в оценку луков. Он часто, очень часто мне пишут. Влад Кетов, Кетов Гальяна, у него никнейм, я помню, был. И он постоянно мне пишет про Йоджи Ямамото, и постоянно, мне кажется, он какой-то небольшой даже мем в интернете. Потому что он очень сильно любит Йоджи Ямамото. И вот он мне прислал свой лук, чтобы я на него посмотрел, и я его оценил. Но я даже не знаю, что здесь оценивать, потому что это просто, блин, просто классно выглядит. Если это все как бы есть Йоджи Ямамото, то просто вещи со своей эстетикой, вещи крутые, которые мне нравятся. Вот, хотя самого Йоджи я, к слову, не ношу. Я не знаю, как так вышло, но, типа, блин, не знаю, может быть, я сам стал слишком попсовым. Мне кажется, я стал сам очень попсовым. Я раньше таким не был, потому что сейчас я люблю просто, я просто люблю боленсягу. Мне достаточно надеть просто футболку, штаны, кроссовки, и я себя буду чувствовать уже очень стильным. Идем дальше. Здесь мы видим с вами вот такого вот парня, который у нас, кстати, попадал уже однажды, вроде бы он попадал. в оценку луков. У меня, как-никак, память иногда еще работает. Очень мне нравится, как он одет, потому что, мне кажется, это то, чему я всегда учил, да. Вот эти вот, блин, фразы, которые когда-то я произносил и произносил не один, которые стали уже мемами. Я их просто теперь не буду говорить из раздела «Работайте с формами». Блядь, вот надо было, да, научить, и потом вот это вот кто-то берет и превращает в мем. Поэтому здесь я просто коротко скажу то, что здесь все очень хорошо. Очень классные брюки, вот эти вот маркетинсы, под это все замечательно подходит. Куртка, очочки. Хороший, замечательный образ. Мне безумно нравится, как это выглядит. Я рад тому, что вот столько стильных ребят, на самом деле, на меня подписаны. И вдобавок, вот таких вот молодых, которые в таком возрасте готовы одеваться так, как хотят они. Потому что у меня не было такого. Серьезно, когда мне было, правильно сказать так, когда мне не было 18-ти, ну, я вообще не так одевался. Я хотел одеваться по-иному, но у меня и денег не было, и, ну, типа, и возможностей. Мне казалось то, что все было очень вычурно. Идем дальше. Здесь мы с вами видим девочку. Это очень редко у нас в выпусках появляется, потому что я редко девочек добавляю в видео. Я не знаю почему, ну, потому что меня парни, наверное, смотрят в основном. Хотя девушки на удивление тоже есть. Меня девушки пора узнают. Я же, несмотря на Новый год, новогоднюю атмосферу и только начатую бутылочку Санта-Стефана за 200-300 рублей, хочу отметить то, что все могло бы быть хорошо, если бы была некая опрятность, что ли, в образе, понимаете? То есть здесь ее просто нет. Здесь есть брюки, которые все мяты и перемяты, и рубашка как-то тоже, как бы, вроде бы заправлена. Но это все какая-то некрасивая естественность. То есть, не знаю, на фотографии все выглядит просто неопрятно. В целом, образ, наверное, крутой, если посмотреть на него в движении, посмотреть на него на стритстайле, сделать классную, крутую фотку, качественную, да, если ты будешь идти, потому что у тебя такой объемный верх, у тебя какая-то там рубашка, у тебя брюки широкие, ботинки массивные. Все, по сути, правильно, но, наверное, из-за такой позы и вообще из-за такого стиля фотографии, из-за локации, все суммарно выглядит неудачно и достаточно бюджетно. Слишком бюджетно, прям, не знаю, на уровне, блин, секонд-хенд-секонд-хендов, вот. Отчего допускать к столу нельзя. Идем дальше. И здесь мы с вами видим вот такого вот парня. Мне очень нравится. Мне очень нравится, хотя тут нравится ничего не должно знать. Почему? Потому что давайте добавим алкоголя. Вы себе давайте подливать там. Вы реально не стесняетесь. Один раз живем. Я это видео снимаю, чтобы вы понимали, до нового года. Сейчас 30-е число. Ну, то есть сейчас ночь с 29-го на 30-е, 30-го утра. И все спят. Я уже, это, я не помню, какой день подряд я пью. Поэтому это я все делаю чисто ради видео. Еще я сказал то, что это все, чтобы быть ближе к народу. Но, если честно, я сейчас еще оболзусь чуть-чуть. Мне нравится Санта-Стефана. Реально. Это лучшее, что можно взять за такие деньги. Типа, кто-то говорит, химоза, не химоза. Но я перепил столько всего, дорогого, дешевого. И когда мне давали на тест, я помню прям дохренища вариантов шампанского. Я сказал то, что мне нравится вот это. Я думал, это будет что-то там дорогое. А это было Санта-Стефана. После этого я стал часто его покупать. Вот, открываю секрет. Ну, как бы, так уж вышло. У меня, может быть, есть вкус на одежду. Но на алкоголь я как-то там всякие просека и прочее. Я вообще не перевариваю. Ну, а парни мы поговорим. Алкоголь-то мы добавили. Если ты, парень, смотришь, ты добавляй. Почему мне это нравится? Ну, нравится-то не должно, да. Потому что, по сути, ничего модного тут нет. Ну, типа, фэшнебельного. Но нравится-то мне оно за то, что это очень стильно. Понимаете? Мода модой, но стиль должен быть. Вот, это парень, по нему видно, простой. Ну, типа, просто простой. Вряд ли он работает там в хай-фэшне и так далее. Ему вряд ли нужно как-то выделяться. Но он хочет просто одеваться стильно и понятно. Потому что, знаете, это я могу. Я не знаю. Чего уже только не могу. Мне мои друзья говорят о том, что, Ух, Женя, насколько ты порой экстравагантно выглядишь на какой-нибудь вечеринке. А мне кажется, что я просто по-простому оделся. Я могу там надеть, не знаю, перчатки разноцветные. На них кольца понадевать. Пойти так веселиться. Ходить в очках зимой, ночью. А это оказывается странно, на самом деле, для многих. Находиться в очках в помещении, это как бы еще и неприлично. Но мне все равно. И много таких нюансов, которые как бы модные, но которые нельзя приевать всем, понимаете. А здесь просто есть офигенный стиль. Я смотрю на него и мне нравится. Моему глазу очень приятно. Я смотрю и вижу то, что, блин, насколько ему все это идет. Насколько на нем хорошо сидят джинсы. Насколько на нем классно сидит эта куртка. И, наверное, мне стоило бы придраться только к пловеру. Вот это же пловер, назовем. Ну, джемпер. А с вот этими пуговичками. Потому что это такое, знаете, некое старперское. Но, ну, я не знаю. Что, заменить на свитшот простой? Возможно. Но сказать то, что это выглядит плохо. Да нет. Нисколько это неплохо не выглядит. Парень выглядит реально очень стильно. Прям, прям просто безумно стильно. А вот следующее. Это у нас именно модно, стильно. И то, как я люблю. Я просто, блядь, это обожаю. Это Платон. Я его помню. Он мне на каждую оценку луков присылает свои образы. И мне очень нравится Платон. Честно, безумно мне нравится парень. Он был еще в оценке луков даже новогодний. И, ну, прошлый новогодний. И я помню то, что каждый его образ, это всегда было что-то такое, знаете. Как бы вам сказать. Ну, то, что просто мне нравится. И то, что, мне кажется, я сам редко ношу, к сожалению. Потому что вот так я бы оделся. Мне очень нравятся такие широкие брюки. Различные вот, ну, как это называется, чтобы лицо закрыть, да. Мне все, вот что делает Платон, нравится всегда. И здесь мне придраться вообще не к чему. То есть у Платона, мне кажется, не знаю, к его годам. Он, как я знаю, достаточно юн. Он младше меня, например. У него какой-то безупречный стиль, сформированный. И вот, и такая молодежь, наверное, нам нужна в плане модной молодежи. Потому что я от этих людей знаю не много вообще. Модных ребят не так много. Но на него реально смотришь и восхищаешься. Типа, мне очень нравится, честно. Идем дальше. И здесь мы с вами видим вот такого вот уже парня, который одет тоже просто стильно. Это, мне кажется, тот вариант лука, который находится просто на грани какого-то понятного всем кэжула и в то же время модного образа. То есть вот так можно спокойно прийти в любую модную тусовку. Вообще в любую. И на тебя не посмотрят, как на чувака, который не шарит вообще в стиле. Не шарит в моде, да. Но в то же время ты так можешь ходить по улице. И вряд ли тебе кто-то что-то скажет. Потому что это просто худи, просто объемный пуховик, просто брюки какие-то и кроссовки. Но в то же время здесь все правильно сидит. И если мои видео повлияли на то, что люди по-простому в жизни так стали одеваться, то я безумно рад этому. А я часто встречаю своих подписчиков, которые одеты вот, кстати, именно так. И мне это нравится, да. Потому что, наверное, на моем YouTube-канале, если про это говорите, вы можете сказать, что так выглядит почти каждый. Но когда я выхожу на улицу и просто решаю пройтись пешком и не проехаться на машине. Смотреть людей вокруг. И все выглядят вообще не так, понимаете. Идем дальше. Здесь мы с вами видим уже моду. Такую тоже достаточно понятную моду. Это боленца Гатрек. Бручки. Не могу понять то ли худи, то ли что. И что-то еще поверх. Здесь мне сложно оценить образ, потому что, конечно же, нужно было встать, чтобы я понял все. Но в целом, как бы по фотке, все выглядит хорошо. Я вот просто сейчас слестаю. Мне кажется, то, что... То, что у меня, знаете, блин, реально, все мои зрители, это просто какой-то... Какая-то фэшн каста. Настоящая. Это просто... У меня же слеза опять подсчет. Потому что, ну, типа, я не знаю, насколько можно было собрать столько крутых, модных ребят. Но это у меня получилось. А те, кто модными не был, они просто стали таковыми. Они просто стали понимать в этом всем. Они стали офигенными, стильными ребятами. Вот. И вот я смотрю на вот этого парня, и мне просто нравится. И все. Глазу приятно. Идем дальше. Здесь мы с вами видим вот такого уже парня в серебристой курточке. Опять же, это вариация того, что мы с вами уже видели ранее. Это то, каких я зрителей реально вижу 24 на 7. Они выглядят понятно. Они выглядят стильно. Они выглядят хорошо. Главное же правило, это просто выглядит современно. И... И опрятно. Вот. И все они... У них у всех, не знаю, какая-то там причесочка. Ухоженное лицо достаточно. И просто достаточно того, что чистая, ухоженная одежда. И каких-то, не знаю, правильных современных форм, да. То есть, где нужно оверсайз, где не нужно оверсайза, его нет. Блин, мне... Мне просто нравится. Я вот листаю. И все. Типа, я не знаю, это не просто новогоднее настроение. У меня нет новогоднего настроения. Это просто некая любовь к вам всем у меня. Понимаете? Вот так. Дальше. Вот такой вот парень. Кельвин Клиент поверх. Штаны с рефлективом. Кроссовки. И здесь... Мне уже есть к чему придраться. Здесь есть придраться именно к лодыжкам оголенным. Мы сейчас говорим про зиму. Про образы холодные достаточно. И здесь я вижу, если ты, в принципе, в куртке, то, скорее всего, на улице холодно. И очень глупо смотрится, когда люди ходят с голыми лодыжками по улице. Потому что, ну, ребят, понимаете, носки нужно надевать. Это не просто из вашей безопасности, да, там, это вашего здоровья. Вообще, это из-за здоровья, а не из-за стиля. Но, как бы вам так сказать, мода, она тоже адекватная. Несмотря на то, что она кажется неадекватной на подиуме, но в жизни она адекватная. И никто не заставляет вас не носить носки, если на улице холодно. Нет, ни в коем случае мы не носим носки, когда на улице жарко. Вернее, носим следочки. Но в таком случае, когда ты носишь куртку, носки на тебе должны быть иначе. Это выглядит, знаете, ну, вот как вечно угорают над людьми, которые ходят вот так. Вот, и ты так же будешь по итогу выглядеть. Зачем тебе это нужно? Ну, я не знаю. Ты ж классный парень, блин. Ты на меня подписан. Все, кто на меня подписан, это лучшие люди. Понимаете? Давайте челкнемся. Идем дальше. Мы вот теперь уже к такому парню, который тоже достаточно часто попадает к нам в видео. Попадает к нам в видео так же часто, возможно, как и шампанское в этот стакан сегодня. Потому что я его помню. Я не помню, почему я его помню. А, нет, вспомнил. А, потому что он очень стильный, но он достаточно такой женственный стиль у него какой-то есть. Но это, я это принимаю, я это понимаю более чем. Как-то вот так. Знаете, работаешь в моде, и ты начинаешь понимать и принимать все, и искать во всем какую-то правильную эстетику. Этого парня, блин, она есть. У него есть какое-то свое тоже видение, знаете. Такой молодой, юный мальчик. Но вот он уже, вот уже что-то у него есть. Бля. 200 рублей не принимает мой организм, да? Ближе к народу быть? Буду. Так вот, в целом, классный образ. Хороший. Который подходит парню. У парня свое видение. И парень индивидуален. Самое главное, что, это быть индивидуальным, ребят. Понимаете? Будьте индивидуальными, будьте собой, будьте крутыми, будьте нереально классными. Заряжайте друг друга позитивом и дарите его всем. Мне все нравится. Идем дальше. Здесь мы с вами видим уже вот такого вот парня, который посылает фото из лета. На улице зима, а у тебя все зеленое. Ну окей. Давайте мы оценим. А здесь оценивать на самом деле и нечего. Что-то я решился, знаете, раскачать немного танцпол. А потому что давайте уже двигаться. Двигаться и добивать как-то эту бутылочку. Образ-то в целом понятный. Образ-то в целом интересный. И вообще эта фотка мне понравилась позировочкой. Вот такой. Прикольная позировочка для фотографии парня, да? Но почему бы и нет? Почему бы и нет, если в монде индивидуальность? Правильно. Поэтому что мы с вами делаем? Поэтому здесь ну просто, просто понятно, стильно. Окей, да? И мы делаем с лист. С листовым мы видим вот такого уже парня. Ох. Вот это вот дядька вызывающий такой, да? Ну-ка, подписчики, которые были несколько кадров заранее, присмотритесь. По-моему, это отличный, отличный вариант для того, чтобы вас в дальнейшем обеспечивать. Потому что такая позировочка. Ну-ка, на коленки садимся, мои хорошие. Настроенный 2020 год, правильно? Год натурала пока. 2019. Меняем немного позиции. Любим по-новому. А вообще по факту. Если без шуток, то мне нравится то, что такие, блядь, простые, как бы. Не знаю, как это объяснить. Вот просто на него смотришь и видишь нормального, понятного мужика. Ну, блядь, какой он стильный. Я не знаю, как это оценить даже. Это какая-то, какая-то Джорджия, знаете. Грузия настоящая. Такой интересный рейв, когда ты нормальный чувак. Ты такой, как бы, простой, заводной. Но ты, блядь, такой стильный. Ты настолько чувствуешь бит, ритм. И исходит от тебя та самая энергетика. Все хотят побыть с тобой, потанцевать. Вот. И для этого нужно быть вот таким. Нужно садиться вот так. Нужно излучать из себя охуенную энергию. Нужно быть классным. Вот этот чувак классный. Я реально смотрю на него. Я вижу то, что он как будто охуенный. Вот. В нем есть эта энергия. Идем дальше. И здесь у нас с вами будет девочка. Опять же, небольшой шок для нашего инстаграма. Вернее, для ютуба. Потому что девочек у нас мало. И здесь у нее нет лица. И я не знаю, как мы ее оценим. Ну, окей, оценим чисто вещи. А чисто по вещам какой-то total black. И я ничего не вижу. Поэтому просто красиво. Красивый, классный total black. Типа, если бы я увидел девушку так одетой в жизни, в городе, то я бы такой, блин, круто. Круто. Потому что классно одетых девушек тоже немного. Идем дальше. И мы с вами видим вновь девушку. Да уж. Их сегодня у нас с вами будет больше, чем обычно. Потому что уже больше, чем одна. Я решил побольше их ставить. Встречаем Новый год по-новому. Может быть, и контент для девушек у нас добавится. Раз мы варшивы встретим. Так вот, я смотрю на нее и... Пиздец, какая она стильная. Просто она офигенная. Я бы такую в жизни увидел. И захотел бы ее угостить. Ниссан Стефана, конечно. Всем любить бы по мажорости. Чтоб она уж в стольку могла снять. И сказать, ой, какой диртрангл классный. Опаивает меня кристаллом. Вот. Поэтому кристалл, вот это вот именно формат для таких девушек. И не очень приятно, что формат девушек, которые на меня подписаны и присылают мне свой образ. Это реально формат угостить их кристаллом. А не Санта Стефана. Хотел быть ближе к народу, но в итоге сам же засираю все. Офигенно. Реально. Это то флайт-свет. Офлайт-свет это стиль. Это один из трендов всего 2019 года, который мало кто носил. Блядь, ну прикольно. Я забыл вот так вот сейчас сделать. Погодите. То есть вы понимаете? Я забыл сейчас там прибавить. И то есть вот все видели то, что я сижу на самом деле в трикошках. В трикошках. Стонайланд. Хотел быть ближе к народу, а потом ухожу я так. Да? Ну окей. Я буду ближе. Я буду ближе. Я выпью эту бутылку. Я постараюсь делать это в течение этого видео. Ну здесь давайте уже подрезюмируем. Да? Просто кайфовое. Дальше уже пойдем. Дальше. Все было хорошо до этого момента. Но даже здесь сегодня Новый год. Я буду мил, ласков и так далее. Вот. Потому что это, блин, такой какой-то мальчик-малыш интересный. Он, по-моему, в школе какой-то улица. Потому что вот эти вот... Что это за значок из раздела серп и молот здесь? Ты что? Ты откуда, дорогой мой? Откуда ты взялся? Еще с этим вот, вот этим вот. Ты сегодня дежурный в школе был и решил сфоткаться. Либо я реально не в тот день выставил про оценку луков. Мне казалось, тогда, когда я выставлял, у всех уже начались новогодние каникулы. Кто учится в школе, они уж могли за сутки подобрать что-то классное. Но ты, видимо, решил дежурить за всю школу. Потому что вот эти вот значки и напиток из столовой. Ну, мы хотя бы с тобой и гранеными стаканами похожи. Мой, конечно, немного более праздничный. Потому что узоры иные. Но у тебя такой вот хороший вариант. Хороший вариант. Добротный. Тоже уважаю. Надеюсь, все-таки там вискарь. А не местный компот либо чай. Кстати, мне всегда было интересно, как готовить чай в школе. Потому что я понимаю вариант чая, который заваривают в заведениях. И чая в пакетиках. Но чай в школе это всегда была какая-то странная штука. Потому что ты просто выливал готовый чай. Из огромной канистры, кастрюли. Как они его делали? Низ как бы из раздела того, что я обучал. Джинсики обрезать, кроссовочки хорошие надеть. Да, вот эту типа Air Force. Ну, какая-то у них подошва странная, если честно. Просто она чуть по-иному у меня, например, выглядит, если не ошибаюсь. Но, а верх это просто какое-то что. То, что в школе, видимо, выдают реально во время school uniform. Дальше идем. И здесь я вижу топ. Просто топчик. Топчик не по луку вообще. Вот помните вот того парня недавно? Вот такого охуенного, да? Смотришь на него и ты такой, блядь, охуенный. Вот, здесь тоже есть эта энергетика. Я смотрю и я вижу вот эту вот фотку. Это улыбка в 32. Это какая-то, блин, просто естественность красивая. Знаете, когда человек это человек. Ты на него смотришь и тебе кайфово. Вот. И я смотрю на этого чувака и вижу то, что, блин, он какой-то настоящий, открытый. Энергетика прет, энергетика крутая, такая движниковая. И это мне нравится в людях. Это, я ценю, фотка такая стильная. Это, по-моему, вообще чисто пленка даже какая-то. Потому что по луку здесь нечего оценивать. Это просто, просто такой стильный винтаж. Это, блин, да, на фотку будто бы из 90-х сделано. Из 90-х не в России, а 90-х где-нибудь там в фильме дневник баскетболиста. Леонардо Ди Каприо был бы чуть постарше, он бы оделся так. Только здесь тогда дневник боулингиста будет, да. В целом-то лук тут оценивать, ну, никак не имеет смысла. Потому что тут даже обувь у них не их, а та, которую выдали. Вот, поэтому, блин, мне просто нравится общая стилистика. Тут ничего плохого нет. Классная кофта-хафная, тебе офигенно выглядят джинсики укороченные. Шапка, шапка тебе безумно идет такая. Новый, 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 новый год. Да, здесь мы видим вот такого вот уже парня. Модного, стильного, офигенного парня. Давайте так уже будем говорить. Открыто и честно. Да, лица нет, но это тот стиль, который я пропагандировал очень долгое время. Какой-нибудь оверсайд, футболка, широкие брюки, дэдшус, кроссовки и цепочки. Это мое любимое. Это было стильно два года назад, год назад и сейчас. Потому что это уже стало не про моду, это стало про стиль. Реально про стиль. Ты смотришь на это и такой, блядь. Как же стильно реально это выглядит. Вот я смотрю, и как же мне это, блин, нравится. Серьезно. Я сам стал так, в последнее время не так часто одеваться. По той причине, что все надоедает. Даже такое. Ты не можешь вечно выглядеть одинаково. Есть, конечно, история про свой стиль, эстетику. Но со временем ты начинаешь просто любить разнообразие, любить комфорт и любить себя. Очень сильно. И выбирать то, что тебе сейчас нравится, а не то, что должно понравиться всем, кто тебя привык так видеть. Потому что весь этот стиль, когда я пропагандировал, его не принимали массы. Ну, это потому что очень вызывающе было на тот момент для масс, типа, укороченные брюки с кроссовками. В принципе, брюки с кроссовками это уже какой-то пиздец, да, для тех лет, когда я это начинал делать. А я это начинал, наверное, года 4-5 лет назад. Да, где-то ориентировочно 4 года назад, либо 5 лет назад я начинал так одеваться постепенно. Это вообще все задавали вопросы, как. Как, что, почему брюки широкие, почему кроссовки под них, почему футболка больше. А сейчас, сейчас просто иногда хочется уже просто надеть спортивный костюм, просто, просто блейзер сидящий по фигуре, а иногда не хочется. Иногда хочется классного оверсайза, как бы, и все. Вот, ну, здесь по луку в целом вообще мне очень нравится. Идем дальше. Дальше мы видим то, как одеваюсь я, например, зачастую осенью, потому что я надеваю шерпу поверх худи, на низ какие-нибудь брюки и кроссовки. Ух! Второе час ночи дает о себе знать. Так вот, что я лишь хочу прокомментировать, это новичка сумки Toad, как отдельного аксессуара здесь. Ребят, сумка Toad это не отдельный аксессуар, на самом деле это я для себя понял. Она, как отдельный аксессуар, это выглядит зачастую пиздецово. То есть, в принципе, это показывает то, что у тебя сейчас сумки нет какой-то. Потому что сумка Toad это, знаете, это не составляющая лука. Это скорее вещь, которую сейчас классно использовать для того, чтобы носить в ней продукты, чтобы не покупать дополнительно патеты. Либо носить что-то, что ты не будешь класть тупо в патеты. Из раздела того, что вот у меня, не знаю, поход в зал какой-то, да, либо бассейн, либо спа. И ты не можешь все положить в один рюкзак. Ну, просто это невозможно. И дабы вообще не нагружать тебе рюкзак, ты берешь и закидываешь все в сумку Toad. И в нее все вмещается замечательно. И ты идешь в сумку Toad, а не просто с каким-нибудь пакетом ярче, да. Понимаете, когда вот ты вот стильный, у тебя пакет ярче, в котором у тебя обувь, которая у тебя просто не влезла, да, вот в твой рюкзак. И для этого сумки Toad, мне кажется, и нужны для такого. Но как отдельная единица в образе, ну, честно говоря, я это уже перестал принимать. Это уже как-то было, было тогда, мы это все уже пережили и прошли уже через этот этап. Какой же длинный ролик, я просто сойду с ума. Ой, уже пришлось еще раз поменять аккумуляторы. А мы с вами идем дальше. Мы с вами видим вот такого вот парня, которому, видимо, очень жарко вот себя обдувает. А рядом еще и растение. Какая стильная фотография, скажете вы. И спросите, а насколько же стильный здесь лук? Ну, дайте подумать. В целом, парнишка-то интересный кадр. Я говорил, девочку мы угостим, да? Новый год, новую вариацию любви. Может, угостим мы его. Потому что стильный. Нет, опять же, без шуток. Необычно, стильно, круто. Очень классно выглядят ткани. Сочетание тканей брюк и рубашки. Офигенно выглядит все в целом. Мне нравится. Очки ему идут. Прическа крутая. Вот. Не знаю. Сначала вентилятор мне казался странным каким-то дополнением. А потом мне подумал, блин, парень-то так видит. У парня есть какое-то свое видение. А это так редко встретишь. Молодец. Крутой ты парень. Будь собой. Будь индивидуальным. Все у тебя будет в этом мире круто. В дальнейшем увидимся в GQ. Вот там мы увидимся, да. А вот с этим парнем, которого мы видим теперь, новенький. Привет. Ты у меня еще не был, да, в оценках луков? Я потому что тебя не помню. Ты весь такой простой. Худи, куртка, шапочка. Джинсы не широкие. Кроссовки непонятные. Верхушка очевидная и понятная для всех моих зрителей. Просто стильная. Просто та, которую приятно видеть всегда. Низ оценить мне сложно, потому что... Фотка такая. Я не могу даже разглядеть, что на тебе за кроссовки, понимаешь? Но в целом... В целом стильный парень. Мои зрители, потому что реально почти всегда, ну типа я не видел в жизни плохо одетого какого-то своего подписчика. Когда ко мне подходили всегда парни, по пароне были одеты круче, чем я. Реально. Типа это были очень стильные ребята, очень часто. И какие-то интересные. Потому что я не так часто... Ну как... Вернее как. Как правило, ты встречаешься с людьми. И ты типа... Ну да, привет. Ой, ты меня смотришь. Ну прикольно, круто. Там если фотка нужна, там фотка. Но как правило, у меня заводится даже какое-то общение. Даже если у меня есть какие-то дела, я куда-то тороплюсь. Но я встречаю своего зрителя. Блин, мы начинаем о чем-то всегда говорить. Видите, меня спрашивают про какие-то... Какие вопросы из раздела там про работу в Мире Мода. Про что-то еще в этом духе, да. На что я начинаю всегда отвечать. У нас заводится какой-то диалог, разговор. И мне так приятно просто общаться со своими зрителями. Вы не поверите. Это просто какие-то... Я не знаю. Какие-то люди такие... Уникальные. Идем дальше. Здесь мы с вами видим уже вот такого вот парня. Милый малыш. Милый, но плохо одетый малыш. Потому что... Ну как, он не то, чтобы плохо одет. Он одет слишком по-обычному. И просто классный, жизнерадостный парень. Которому дайте больше уверенности на то, чтобы... Ой. Ух ты ж. Правду, значит, говорю. Я сейчас думал вырезать этот момент, где я начал чихать. Но чих... Это значит, говорю правду. Значит, дайте этому парню реально больше уверенности в себе. И он горы свернет. Реально. Дайте ему больше уверенности в себе, в одежде. И он перестанет носить эту... Эту парочку. Это худи. Ему по размеру вообще не оверсайз. Которую даже тут подзатягивает. Для чего? Вот эти вот брючки по форме. Которые, скорее всего, покупала там мама, либо еще кто-то. И они слишком коротенькие. Потому что вот эти вот несколько подворотов. Это значит, что они без этого, ну, такой, неподходящему длины. Эти ботинки, которые имитируют Тимберленды, но еще не Тимберленды. Дайте, чуваку больше уверенности в себе. И он не будет так выглядеть. И он не будет фоткаться рядом со снеговиком. Понимаете, о чем я? Какой, блядь, пацан просто будет фоткаться со снеговиком в луке и делать вот так? Ну, какой, какой? Я буквально 3-4 года назад. Поэтому здесь я, в частности, вижу себя в молодости. А это такое себе, честно говоря. Вот, поэтому, блин, это Санта-Стефана? У меня насмерть какой-то появляется, честно говоря. Может, это потому, что я пью уже, который день подряд, не знаю. Но, ой, но в целом, тут править и править. И парень это исправит сам и без меня. Дальше идем. Вот здесь мы с вами видим образ сзади. Но здесь мне не образ нравится, если честно. Здесь мне нравятся фотографии. Очень стильно выглядит фотка. Офигенно. Просто офигенно выглядит фотка. Давайте так. А по луку я его не буду комментировать. Потому, что здесь ничего не понятно, не видно. Ну, просто стильно. Опять же, это какой-то, какой-то свитшот. Брюки, которые сидят вроде бы хорошо на парне. Да, но тут, опять же, понимаете. Если это просто сфоткать, может быть, это будет выглядеть не очень. Но здесь, когда он идет, выглядит стильно. То есть, значит, лук удачный. Значит, во время ходьбы, вот такого стрит-стайл, он получается. И выглядит стильно. А значит, лук хороший. Дальше мы идем вот такую вот уже малышку. Че думаете, кому дать контакт, чтобы поехать к ней и получить консультацию по стилю? Потому, что очень стильно выглядит малышка, правда. Классная объемная куртка. Но вот эта вот сумка тоже, кстати, здесь она идет как отдельный аксессуар. Но здесь она почему-то меня не смущает. Наверное, какая-то такая, знаете, эстетика здесь подростковая есть, да? Вот. Но, конечно же, если ее заменить на какую-нибудь просто нормальную сумку, возможно, будет уже, уже будет просто по-взрослому. Будет такой люкс. Вот. Классный шарф. Офигенно выглядит. Джинсы обрезанные снизу. Раф Симонса, Дидас, да? Все очень стильно. Я смотрю охрененно. Реально. Офигенная девочка визуально. Мне нравится. Офигенно выглядит ее образ визуально. Мне нравится. Ой, а Санте-Стефано уже просто и бухать который день мне уже не нравится. Но такая у меня работа. И давайте уже закончим. Потому что я понимаю то, что мне тут на самом деле еще пить и пить. Ой, но мне еще вставать рано утром и опять пить. Поэтому я уже даже не знаю, что мне делать, если честно. Поэтому последний лук беру. И беру вот такого вот парня, который, который чувак на брендах у нас, да? У него тут и Луи Виттон, и Гуччи, и вообще он такой стилевый. Но знаете, это мне как раз таки напоминает вот тех ребят, у которых появляются деньги. И хорошо, что они появляются, потому что у них появляется качественная одежда. И с одной стороны, тут есть к чему придраться. И так как он последний, давайте все-таки придеремся. Еще нет, да? И так очень добрый парень сегодня был. Шарф по-другому завязывать нужно, так его завязывать не нужно. Ты не Винсент Ван Гог, никакой не художник, да? Чтобы завязывать его вот так, это вообще уже просто несовременно, так не делают. Шарф этот луишный, классный, а нет, блядь, это шарф Гуччи. Сори, это шарф Гуччи. А шарф этот Гуччи платок, ты просто берешь, накидываешь на себя. И все, больше ты ничего с ним не делаешь. Образ уже выглядит по-другому дальше. Дальше идем, да? У тебя какие-то трикошки? Трикошки это круто, но здесь они будто бы вообще просто не сюда. Либо они должны были быть черными, либо они должны были быть просто длиннее, что ли. Потому что здесь на фотке сбоку ощущение будто бы, будто бы они очень короткие. Но вот типа вот у меня вот такие трикошки, вот они будто бы вот, вот так идут, понимаешь? Вот у тебя ботинок, вот у тебя вот трикошки. Будто бы просто не по размеру. Зачем тебе это? Зачем тебе одежда не по размеру? Скажи мне. Либо я раздобрел с полбутылки, вот. Но в целом или нет, или мне нравятся чуваки на брендах. Давайте так уже, будем честны. Я же сказал, этот год у нас будет без притворства. Я люблю чуваков на брендах. Да, эти бренды я легко поправлю все, если у вас есть нато финансы. И вы будете вообще просто ходячей звездой стритстайла, если честно. Потому что из этого чувака звезду стритстайла сделать можно, если он к этому готов. Хватит с этого. Че, блин, приебался я к нему? Бред какой-то, Жень. Какой бред токсичный? Пиздец. Не будь таким в 2020-м, пожалуйста. Так. А, это конец. Ребят, это конец. И вот, ребят, видео подошло к концу. Да, такой у нас тяжелый ролик для меня, если честно. Потому что снимать почти целый час это нелегко, нелегко. Это делать. Но с 2020-м годом, с Новым годом, желаю всем быть самыми стильными, самыми крутыми. И каждая оценка луков мне просто в очередной раз доказывает, насколько вы стали круче. Насколько вы стали интереснее. Насколько, блин, у меня сильно изменилась аудитория. И насколько она возросла. Потому что, когда я начинал эту деятельность и делал только первое оценки луков, больше половины луков были ужасны. То есть, это были прям реально люди, которые будто бы вообще не смотрели ни одно моё видео. И они просто прислали себя в одежде. А сейчас я вижу то, что люди понимают, как им одеваться в жизни. Как им одеваться так, чтобы им было комфортно и чтобы выглядеть современно. Потому что сегодня я просто брал почти все луки в рандомном порядке. То есть, я их не выбирал. Это не было так, что этот плохой, значит, он не попадёт. Нет, я просто заходил случайно, типа, ну, окей, сохраню. Окей, сохраняю, окей, сохраняю. То есть, я рандомно кликал. Когда выбирал образы, я только пролистывая видел, что, ага, вот этот парень 100% будет интересный. Типа, там, платона какого-нибудь. Я его сохранял. Вот. А так, ну, это так проходило, понимаете. Я выбирал образ таким образом. Выбрал образ таким образом. Короче, вы самые стильные. Мне очень страшно её открывать, потому что вы же понимаете, что уже поздняя ночь. И это какой-то будет просто взрыв. Короче, ребят, давайте так. С Новым Годом!